Все мы знаем, что многолетние растения нуждаются в обрезке. И виноград не исключение. Более того, в технологии выращивания винограда обрезка это без сомнения ключевой агротехнический прием, потому что благодаря обрезке мы задаем нагрузку куста, от которой зависит качество и количество урожайности. Существует несколько типов обрезки винограда, которые зависят от сорта, от агроклиматических условий и других особенностей выращивания. Об одном из типов обрезки сегодня расскажет нам руководитель личного подсобного хозяйства Павлевский Михаил Павлевский. Здесь у нас широкорядная, высокоштамбовая система формировки. То есть у нас здесь штамп, рукава и многолетние образования. Чтобы знать, это штамп, рукав, это у нас рожки, это у нас нижняя часть, обычно принято считать, вот, сучок замещения и плодовая стрелка, там, где мы получаем урожай. В принципе, мы получаем урожай, если хорошие, на сучке замещения хорошая лоза, вот, мы можем рискнуть, дабы она не переросла, вот, немножко пригрузить одной-двумя гроздями урожая. Значит, звенья располагаются, вот, примерно через 20-30 сантиметров, вот, и при обрезке мы это регулируем, вот, мы регулируем и нагрузку, вот, и знаем состояние куста, мы видим, какая у нас лоза, вот, и обрезаем, можно обрезать, если хорошее, вот, состояние куста, мы можем создавать даже сложное плодовое звено, вот, так, как вы видите здесь, вот, можем оставить две стрелки, вот, в зависимости от сорта, некоторые сорта плодоносят, вот, при короткой обрезке, но мы заметили, что лучше обрезать немножечко длиннее, вот, потому что есть в дифференциации закладки цветочной почки в винограде существует, там, три критических периода, вот, и мы не знаем, когда закладывалась эта почка, вот, для урожая, потому что если в это время, в эти дни была прохладная сырая погода, то там заложился усик или маленький, как в народе принято говорить, звонок, вот, а вот заложится шикарная гроздь. А сейчас, чтобы у стоят на рынке, должно быть все, должно быть шикарно, действительно. Начинаете всегда обрезать, вот, как бы, вот, с центра куста, вот, и мы обрезаем, вот, если видно, что здесь звена нет, то это будет сучок замещения, вот, рожок, вот. Мы, можно прочитать, что вот это резать нужно, там, на две почки, мы обычно режем на три почки, потому что в случае, если какой-то, в силу каких-то обстоятельств одна почка не пробудилась, мы опять теряем звено. Лучше обломать этот побег со временем, вот, но если его не будет, мы уже не приклеим. То есть мы режем на три почки, вот. Следующее звено. Мы не будем на столовых сортах, на технических сортах, сложные плодовые звенья оставляются. На столовых сортах, не думаю, что это будет разумно, это будет разумно, оставлять сложные плодовые звенья, если у вас виноградник сохранился, в хорошем состоянии, а вы промониторили ситуацию, вот, в стране виноградники подмерзли, то можно немножко увеличить нагрузку, для того, чтобы, как бы, в этот год немножко выскочить, больше урожай собрать, может быть, немножко с низшим качеством, вот, ну, довольно рыночным состоянием, вот. Три, и вот, видите, мы режем три на четыре на пять, вот, три на четыре на пять, вот. Обрезаем все те побеги, которые не нужны, вот, обрезаем будущее, это самое, будущее звено будет, на следующий год это звено мы удалим, и когда вы уже со временем натренируетесь, вы уже будете резать вот так вот. Только снять лазу. Лишнее тоже звено будет, потому что слишком загущенное. Раз, два, три, четыре, пять полных звеньев и три будущих звенья. Обычно нижняя почка режется на стучок замещения, верхняя на плодовую стрелочку. Мы, как бы, пройдем, обрежем куст, а затем оценим ситуацию, может, что-то пропустили, вот, или что-то добавить нужно. Вот такая вот, хотя бы я сейчас сниму немножко, чтобы было видно состояние вот самого вот куста. Видно, да? Там это вниз растет, нам будет мешать, вот. Резать, стараться, вот, наклонять, как бы, если есть возможность, наклонять, срез делать в обратную сторону от почки. И не запаздывать с обрезкой, потому что пойдет плач, и вот этот сок, который вы срежете, если вы срежете наоборот его, по срезу он пройдет на почку, и как кислотой выжжет эту почку. Если есть это самое, она тренируется, то можно резать в обратную сторону, и тогда этот сок будет стекать в обратную сторону, и не будет выжигать у нас саму почку. Вот, в принципе, вот такая вот. Если у вас правильно обрезанный виноградник изначально, то здесь резать, собственно, нету ничего сложного. Вот, если это будет не куст, а кущ, вот, то там никто ничего не разберется, там нужно будет стоять, думать, а это будет идти время. Нужно создавать плодовые звенья и затем резать, как вы видите, одно удовольствие.